Встать! Сверху! Боевое знамя обнести! Праздничное мероприятие, посвященное 201 годовщине со дня образования внутренних войск, прошло не традиционно на территории части, а в Большом зале городского дома культуры, где собрался личный состав войсковой части 3219, а также гости, представители правоохранительных структур, ветераны, молодежь Лобинска. Дата образования внутренних войск, которые сегодня входят в состав Министерства внутренних дел, считается 27 марта 1811 года, когда указом императора Александра I в городах были сформированы воинские батальоны внутренней стражи, ставшей одной из важнейших частей правоохранительной системы государства. За два столетия войска поменяли немало названий, но их главная задача осталась прежней – защита государства от любой угрозы. Для внутренних войск, я считаю, что 200 лет, 201 год – это уже история, которая имеет свою реку. И в большинстве своем – это хорошая полноводная река, которая имеет большие традиции, имеет большой боевой путь, к сожалению, который выпал на нужды войск, на наше государство. И наша часть, в том числе, практически занимает, ну не занимает, а с этой историей имеет половину строка, потому что 88 лет, в этом году будет, в следующем году 89 лет – это уже история тоже большая. Поэтому всех хочу поздравить с праздником, пожелать самое главное всем здоровья, чтобы все возвращались домой после всех задач, которые возлагаются на нас, которые мы выполним. Я в этом уверен, с успехом это показывает практика, это было всегда. И я думаю, что мы, наш коллектив, не имеем права не поддержать. Хочу пожелать самое главное здоровья всем ветеранам, которые сегодня здесь присутствуют. Всех поздравляю с праздником, желаю всем здоровья, удачи, счастья, мирного неба над головой. И чтобы как можно было в нашей жизни больше таких хороших, торжественных мероприятий, на которых мы могли собраться. И меньше было других сборов, боевых, тревожных. Но эта жизнь, если надо будет, то мы это сделаем. Поэтому всех с праздником, большое спасибо. Пусть в ваших семьях всегда будет тепло, уют и благополучие. Потому что внутренние войска – это действительно передовая часть. И вот 20 лет назад, я помню прекрасный этот момент, когда тот военный городок, где вы сейчас дислоцируетесь, это было училище. И когда часть выходила из районов боевых действий, и здесь разместилась, и Лобинску действительно повезло тогда. Потому что у нас появилась в городе составная часть нашего большого, такого дружного лобинского организма, которым все взаимосвязано. И часть влилась в жизнь города и района. В праздничный день в адрес руководства и личного состава части пришло большое количество поздравительных писем и телеграмм, которые были озвучены со сцены. Многие в этот день получили заслуженные награды. За образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм были вручены почетные грамоты, медали за отличие в службе, а также материальные поощрения. Благодарности объявлены и всем участникам воспитательного процесса. Артисты городского дома культуры подготовили праздничный концерт для военнослужащих. Жанна Выбор, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.